Вот это кэшбэк. Оформи карту Black до конца октября и получи кэшбэк 10% в популярных категориях. Очень заметный кэшбэк. Т-банк, он такой один. Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Рада вас приветствовать в своем новом влоге. Этот влог я решила начать с нашей прогулки. У нас уже установилась поистине осенняя погода. Посмотрите, какая невероятная красота в парке. Поэтому морозным утром выходного дня мы выбрались на прогулку, полюбоваться, подышать осенним воздухом и просто прогуляться. Поснимала эти кадры для вас. Очень красиво, просто невероятно, как золотые деревья отображаются в озере. Как, кстати, погода в ваших регионах. У нас осень наступила, знаете, очень резко и так неожиданно весь сентябрь. И мне кажется, первые числа октября у нас стояла невероятная погода. Было очень тепло. Ну, по крайней мере, 22 градуса днем для нашей полосы. Это действительно просто подарок какой-то. Ну, а потом резкий переход из плюс 22, плюс 10 градусов. И знаете, как-то вот мы с мужем обсуждали такого вот межсезонья и не было, да, чтобы как-то потихоньку температура снижалась. Вот сейчас прям резко, холодно, пасмурно. В общем, осень в этом году, я думаю, запомнится, по крайней мере, в нашем регионе многим. Потому что она получилась поистине очень теплой. Тут София еще не знает, что ее ждет сюрприз. Нам пришел новый набор пособий. София у меня, кстати, обожает разные такие задания, занятия, воспринимает не как уроки, а как увлекательную игру. Поэтому она с огромнейшим удовольствием распаковала свою посылку. Нам пришли пособия из серии «Скоро школа» от издательства «Росмен». Это комплекс пособий для детей от 3 лет и до 1 класса с поэтапной системой развития интеллекта. Упражнение задействует все органы чувства ребенка и обеспечивает комплексное развитие ключевых навыков дошкольника. Это речь, счет, письмо, логику и мышление. Давайте начнем знакомство с рабочей тетради нейроигры для развития мозга. Все упражнения построены по принципу «от простого к сложному». Ребенок научится находить последовательность, решать неравенство и логические задачи, разобьет абстрактное и аналитическое мышление. Я говорю про серию на 6 лет, конечно же, на свой возраст, свои задания. Следующая рабочая тетрадь – это нейроигры для развития речи. От полных предложений красивой речи. Здесь ребенок разовьет словесно-логическое мышление, потренируется аргументировать свою точку зрения, но и научится составлять описательные рассказы, что тоже немаловажно. Рабочая тетрадь – нейроигры для подготовки руки к письму. Пишу элементы, буквы двумя руками. Здесь ребенок научится писать узоры и элементы букв, подготовит руку к письму и разовьет абстрактное мышление. Кстати, в каждой рабочей тетради, помимо увлекательных заданий для дошкольников, есть подробные инструкции для родителей. Ну и еще одна тетрадь – нейроигры для обучения счетом. Здесь ребенок познакомится с понятием «десяток» и «сотня», потренируется решать примеры на сложении и вычитании двузначных чисел, проведет профилактику ошибок при написании и чтении чисел. Ну и обратите внимание на букварь. Букварь разработан педагогом-логопедом Еленой Молчановой. Благодаря занятиям по нему ребенок научится четко различать звуки в словах, сможет определять место звука в слове, запомнит буквы, не будет их путать, научится читать слоги, слова, предложения и короткие тексты. Еще хочу сказать, что это неочередное развивающее пособие. Здесь действительно много интересных заданий, и эти пособия отличаются и выделяются среди других. Приобретайте для своих деток по ссылке в описании. У нас за окном уже такая хмурая пасмурная осень, поэтому мне захотелось включить гирлянду, зажечь свечку. На компьютере включила Гарри Поттера, ну и буду готовить тыквенный суп. Рецептом, конечно же, с вами поделюсь. Для приготовления тыквенного супа, а также этот сорт тыквы мне нравится запекать, я использую тыкву Беттернат. Мы ее не выращиваем, покупаем в магазине, мне кажется, она продается много где. Я покупала, по-моему, в Спаре. У нее сладкий вкус, и она, мне кажется, максимально похожа на сладкий картофель батат. Конечно, вкус отличается, есть нюансы, но тем не менее, она действительно похожа. Поэтому я ее запекаю, просто режу на кубики, не сливочное, а оливковое масло, соль, прованские травы и запекаю. Либо вот готовлю тыквенный крем-суп. Для приготовления нам потребуется тыква, я использую перец, помидорки черри, красный лук, тимьян и чеснок. В общем, можно добавлять те овощи, которые вы любите. Можно, допустим, добавить кабачок или цукини. Тыкву я разрезала пополам, удалила сердцевину. Можно почистить, можно не чистить. Я ее просто помыла. Она приготовится и очень легко отойдет от кожуры. Я прям ложкой достаю. Перец тоже нарезала. Помидорки черри у меня в этот раз крупные, поэтому я их разрежу наполовинки. На дольки нарежу красный лук. Лук можно использовать, опять же, любой. Добавлю веточки тимьяна. Ну и, собственно говоря, все. Отправляем наши овощи выпекаться в духовку. Я ставлю в разогретую духовку 180 градусов. Режим конвекция. Готовится, ну, наверное, 40-50 минут. Буду ориентироваться именно на тыкву, потому что она у меня большого размера. Овощи я предварительно посолю. Добавлю специи. Покажу, какие приправы я буду использовать. Сверху сбрызгиваем оливковым маслом. Ну и все готово. Сверху сбрызгиваем оливковым маслом. Сверху сбрызгиваем оливковым маслом. Ну и еще сегодня настроение, чтобы приготовить куриный пирог. Я его готовлю с луком-порей. Можно использовать любой лук, в принципе, обычный лук. Но сейчас на лук-порей хорошая цена. И мне вот именно он нравится в этом пироге. Берем куриную грудку. Ее можно предварительно отварить, ну, а можно просто нарезать на кусочки и потушить вместе с луком-порей. Делайте, как вам больше нравится. Я нарезаю кубиком куриную грудку. Предварительно я ее промыла. Ну и дальше будем мариновать. Музыка. 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 У меня в этот раз прям такой большой лук-порей большого размера, поэтому я нарезаю четверть кольцами. Можно нарезать полукольцами, если он у вас небольшого размера. Ну и смотрите, в принципе, как вам больше нравится. Музыка. В принципе, все ингредиенты готовы, поэтому сейчас будем мариновать с вами курочку. Я использую сушеный чеснок. Вот такие ароматные травы с луком и чесноком. Очень мне понравилась эта приправа. Сейчас добавляю ее во многие блюда. Ну и также буду использовать сладкую паприку. Конечно же, нам потребуется еще соль. У меня смесь для курицы есть приправа. Вот она в баночке находится. Я ее тоже добавлю. Добавляю все буквально по одной чайной ложке. Добавлю потом соль. Заправлю оливковым маслом, перемешаю. И оставлю мариноваться буквально минут на 10. Добавляю все буквально соль. 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 Лук с курицей выкладываем на сковороду и будем обжаривать на небольшом количестве растительного масла. Так как я готовлю в чугунной сковороде, то я добавляю немножко масла. Если готовите на антибрикарном покрытии, то в принципе масла можно не добавлять, так как курочка даст сок и можно просто все протушить в собственном соку. Я немножко добавила. И сейчас приготовим с вами соус. Берем столовую ложку муки, добавляем сливки, у меня 10% я сюда вливаю где-то 200 мл сливок. Ну и добавляете специи, какие вы любите. Я добавила специи из мельницы, я уже вам показывала, какие используем. Потихоньку добавляем сливки и все хорошо перемешиваем, чтобы консистенция была у нашего соуса однородная. Когда курочка с луком приготовится, мы добавим этот соус и добавим еще 200 мл обычной воды, обычной жидкости. Еще раз все доведем до кипения, немножко уварим, чтобы соус был такой густой, обволакивающий и в принципе начинка для нашего пирога будет готова. Пока у меня начинка готовится, я убираю все с кухонного стола, привожу его в порядок, чтобы он был чистый, потому что сейчас хочу выпить чашечку кофе и съесть зефир. У Маши дневной сон, поэтому я могу позволить себе такую роскошь. Готовлю в свое удовольствие, включила Гарри Поттера, вот, и сейчас выпью чашечку кофе. Маша у меня спит на улице, как раз у кухонного окна, окно у меня открыто, поэтому готовлю я на столе, чтобы просто не продуло и не замерзнуть, потому что за окном у нас прям брр. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Девочки, не так давно спрашивал у вас советы и рекомендации по поводу подгузников, и хочу вам показать. Попробовали мы новый вот такой бренд, Моми. Уже вторая пачка, вот, у меня уже заканчивается, тут немного, и заказали новую. Подгузники созданы из высококачественных материалов гипоаллергенных, которые хорошо впитывают, и вот, действительно, нам хватает трусиков на ночь. Кто здесь мне еще нравится? Во-первых, такая мягкая, приятная резинка, которая нигде ничего не передавливает. Потом очень легко их снимать, все легко разрывается по шву. Есть индикатор, на который тоже можно ориентироваться. Ну, я, конечно, уже смотрю по наполнению самого подгузника, и что мне нравится, что не комкуется, да. То есть, нету комка, такого все равномерно распределяется. Вот такая лента липкая, очень удобно потом подгузник компактно сложить и выпросить. Вообще, они сами по себе очень нежные и мягкие. Покажу вам вот здесь, смотрите, как сота выполнена. Резюмируя, хочу сказать, что очень нравятся эти трусики. Мягкие, комфортные, ничего не протекает, хватает на ночь, нет вот этого комка. В общем-то, цена-качество, есть большие упаковки. В этот раз взяла вот такую. Видите, тут 70 трусиков. Ссылочку я до вас оставлю в описании к видео. Переходите, заказывайте. Кстати, там очень много отзывов, почитайте отзывы и других мамочек. Начинка для пирога готова. Сейчас вам покажу поближе консистенцию. Вот такая она должна получиться. Ну и, кстати, лук-порей готовится значительно быстрее, чем обычный лук. И курица у нас остается более сочной. Берем слоеное тесто. Я беру недрожжевое. И вот плетем такую плетенку. Шапочку для нашего пирога. Я еще решила добавить осенних листочков. Раскатала один пласт и при помощи формочек вырезала. Ну, в общем, добавите немного осеннего настроения. Детям понравилось. Они оценили. Профессор Каверил, простите, можно мне забрать? Смотреть приоритеты. Ну и все. Пирожок я украсила. Добавила здесь осенние листочки. Отправляю в духовку. Вот. Выпекать буду, наверное, минут 20. Нам самое главное, чтобы вот эта вот крышечка из теста запеклась, приготовилась. Потому что в остальном начинка у нас уже с вами готова. Чем мне нравится вот эта посуда, тем, что я приготовила, допустим, на газу, да, начинку. И в этой же емкости отправляю в духовку. То есть не пачкаю лишнюю посуду. Не испачкала, допустим, сковороду и форму для выпекания. В общем, люблю такое. Очень удобное и универсальное на кухне. Иметь вот хотя бы одну такую, не обязательно этой фирмы, но просто вот что-то такое керамическое. То, что можно использовать и на плите, и в духовке. Или там, вот как у меня, чугун с эмалью. Чтобы можно было и на плите готовить, и в духовку убирать. Очень практично. В общем, что-то подобное я рекомендую иметь на своей кухне. Девочки, хотела вам еще показать свою скалку. Смотрите, ей уже не один год. Я думаю, кто-то меня, наверное, ее видел. Но в чем ее фишка? В том, что у нее здесь есть вот такие насадки. Смотрите, вот здесь откручивается. И есть разные кольца разного диаметра. Соответственно, у вас сразу раскатывается тесто одной толщины. И вы сами там решаете, какой толщины, сколько миллиметров. То есть, меняете вот эту вот насадку. И, соответственно, большего диаметра, меньшего. И у вас ровный пласт теста раскатывается. Очень удобно. Особенно, знаете, вот когда у меня девчонки любят печь песочные печенья. Там все-таки толщина теста играет значение. Потому что печенье недолго запекается. И важно, чтобы она одинаково все пропеклась. Поэтому вот такая вот скалка. Палочка-выручалочка. В этом плане, если вы там не какой-то мастер по работе с тестом. В общем, удобный гаджет. Скалка у меня бренда Joseph Joseph. Насколько знаю, бренд сейчас представлен в магазине Stockman. Калка-выручалочку. поставила пока фильм на паузу и в общем присматриваю чтобы приготовить интересненькое такое необычное выходные когда побольше свободного времени дети дома у меня лиза софия любит со мной что-то делать по выходным отлично времяпрепровождение что-то вместе спишь приготовить они просят часто какую-то выпечку вместе там печенье сделать поэтому я решила сейчас посмотреть вот думаю приготовим вместе шоколадную бабку посмотрю что у меня есть из ингредиентов если что-то будет не доставать я думаю закажу от меня шоколада нет надо шоколада заказать еще есть такие книжки называется времена года в моей тарелке это вот одна здесь сезонное меню вот делится по сезонам из сезонных продуктов лето соответственно осень зима весна я как раз открыла осень мне еще очень понравилось вот смотрите вот такой вкусный скажите салат называется салат запеченный тыквой хурмой и фермерским теорогом вот хурма уже пошла и я думаю чуть-чуть подожду когда появится моя любимая мой любимый сорт и какой-нибудь такой салат тоже приготовлю вот а пока здесь отсюда возьмем шоколадную бабку вот рецепт и вот такая книжка здесь тоже сезонные рецепты называется на кулинарные сюжеты деревенской жизни девочки по моему я не знаю мы уже эти книги не продаются а если продаются то за какие-то сумасшедшие деньги то есть я эту книжку упала рублей за 600 за 700 вот уделилась ссылкой в телеграм-канале своем сейчас она стоит что-то там две с половиной мне кажется просто какие-то остатки и вот продаются за такие сумасшедшие деньги на конечно таких денег не стоит потому что мягкая обложка ну в общем нет и вот такая книжка здесь тоже сезонные рецепты и вот сейчас сезон осень зима мне понравился вот такой закрытый пирог с красной рыбой и картофелем хочу приготовить вот опять же пирог дети это любят и у меня дети любят красную рыбу поэтому будет я думаю самое то на субботний или воскресный обед тоже посмотрю что по ингредиентам кстати вот здесь очень много таких рецептов которые можно на самом деле приготовить и выплатить в жизнь то есть книжка не чисто там посмотреть красивые картинки а действительно по ней можно готовить и я вот когда приобретаю книжку они ведь меня с закладками здесь тоже закладки я всегда сразу просматриваю читаю и сразу отмечаю рецепты которые вот реально открыть и по ним готовить есть продукты которые у нас продаются вот в доступе да в общем нашла два рецепта таких буду готовить не знаю буду снимать или нет но возможно если будет возможность если будет время то для вас тоже поснимаю рецепт овощи у меня тоже приготовились они немножко остыли чтобы можно было достать тыкву овощи отделить ее от кожуры и я ее отправляю в кухонную машину меня вот такая от был как раз таки сейчас все там измельчу там потребуется буквально 30 секунд обязательно спробуем на специи на соль баланс вкуса проверяйте возможно вам захочется подсластить хотя тыква сладкая но смотрите у всех вкусовые предпочтения разные я добавила сюда воды добавила сливок немножко буквально 100 миллилитров десяти процентных но еще раз довожу до кипения проваривающим такая консистенция получилась у тыквенного супчика он очень очень вкусный получается из запеченных овощей вот добавила еще немножко соли так как добавила жидкости все но и пирог готов посмотрите какой он как шкварчит в общем просто вкусняшка объедение обязательно готовьте я думаю вам понравится девочки но у нас следующий день я отправилась торговый центр погулять и посмотреть но и мне нужно вообще собрать мой заказ из-за магазина лайм поэтому беру вас вместе с собой поехали вместе прокатимся и посмотрим что там есть интересненького и ну Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, когда еду на машине в торговый центр, то я оставляю куртку в машине, потому что в торговых центрах, как правило, жарко Решила я в лайме еще померить вот такое пальто Как-то, знаете, когда была в примерочной, мне показалось, что оно какое-то большое, что-то не так А вот сейчас, когда монтирую видео, мне кажется, что вообще-то, в принципе, хорошо И цвет хороший, и длина хорошая, и объем хороший, может быть, и взять Потому что я потом прошлась еще по магазинам, посмотрела верхнюю одежду, и как-то там совсем все было грустно Еще зашла в магазин Re Там, кстати, распродажи Вот примерила, конечно же, это кожзам Вот такие курточки, они вообще там что-то по 3000 рублей Но мне понравилось вообще, как села на меня, и такой вот кожаный какой-то тренч тоже вот прикольный Но мне ничего не надо, просто померила, вот, и вам заодно показала ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Немножко прогулялась я по магазинам Зашла теперь в Перекресток, взяла бананы И хочу взять свои любимые сладости Это зефир, дети у меня любят от этого производителя Там пирожная картошка Как-то завод имени Пастухова Как-то так называется, девчата Если у вас есть подобные десерты, обратите внимание Они прям вкусные, вот сейчас вам как раз их показываю Ну а дома возвращаемся к уборке Я решила пропылесосить, ну и сразу помыть полы В спальне, потому что пылесос у меня два в одном И хочу, знаете, вам что сказать в свое наблюдение по поводу этих пылесосов Они, конечно, удобные, прикольные Но за ними нужен особый уход Их нужно хорошо промывать Не просто поставили на базу и промыли все А вот нужно разбирать Нужно вынимать щетку, сразу ее мыть Нужно все сливать Нужно чистить фильтры Потому что они могут задыхаться И потом, когда вы начинаете пылесосить, не очень приятный запах Поэтому обязательно нужно все хорошо промывать и просушивать Я сначала, знаете, просто как-то так промывала, да? Фильтры не доставала, каждый раз не просушивала А теперь делаю именно так И вот никакого неприятного запаха нет Выстирала покрывало Вчера стирала от нашей кровати И сегодня его отпариваю Вот, чтобы застелить уже чистенькое, свежее Будете обязательно спрашивать Это покрывало Зара Хом Ему уже очень много лет Я, знаете, когда его покупала Думала, ну вот белый цвет Он мне, конечно, нравится Но как будет в уходе, вообще супер Меня с ним очень спасает доместос Если есть какое-то пятнышко, какнули И пятно исчезает просто на глазах Ну и, конечно же, перкарбонат Да, дочь Да, дочь Мама А место надо убрать Машуля проснулась, я тут не успела закончить с глажкой Поэтому будем вместе с ней заканчивать Она очень любит рассматривать книжки Может сидеть, листать Поэтому я сейчас ее усажу на кровать Она пока будет смотреть И я быстренько все доглажу Вот так Что у нас тут пойдет? Ничего не пойдет Да? Да? Это кто там? Деда или баба? Баба или деда? Это бабушка Это баба, да, баба? Кто? Поршка или собачка? Или выучка? Чего такое? А, покрывало, да, покрывало Давай, давай, сейчас мы книжечки уберем Смерть Давай, книжечки мы достанем Вот сюда и Маша сюда сядет Книжечки твои, давай Твои книжечки Вот у Маши где книжечки Папа, папа, папа Папа, это дед, бабушка Давай Леша приехал домой Привез мой заказ В Алберес У нас Софиечка завтра идет на день рождения И вот пришел подарок Я заказала подарочный набор В красивой упаковке Там разная канцелярия Такая мимишная Куроми И вот в дополнение Еще такой интересный блокнот Который можно там как-то дополнять Там разные бусинки какие-то интересные Всякие штучки Поэтому сейчас все достану Положу вот в этот бокс И уже в подарочный пакет Ну в общем Все готово Упаковываю в пакет И мне кажется Получилось очень классно Я надеюсь Что именинница Останется довольна Дорогие Мне остается Только разобрать одежду Срезать этикетки И повесить ее уже в шкаф На сегодня буду Свои видео заканчивать Надеюсь оно вам понравилось Обязательно поддерживайте меня Пальчиком вверх Подписывайтесь на мой канал На мой телеграм-канал А также свои видео Я дублирую в ВК Ссылочки все будут В описании Ну а на сегодня Это все Всем пока-пока И хороших вам выходных Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok